Тебя показывают. Да, конечно. В общем... Тебя показывают. Сейчас на данном этапе мы арестуем серебряную часть для ухарсинга по задангу. Пока не нашли способ это сделать. Мы отказались от идеи делать это надежно. Да, вложение, потому что сказали, что нас не пропустят, можно это так. Нет, там было хорошо. Да. Мы показываем, естественно, только графическую часть. Но и есть продвижение по нетю части, которая прекрасно забирает нужные нам данные. То, чего мы сильно боялись. Необходимо из недоделанных пробросить веб-часть, чтобы она оправнялась к вопросам. Есть уже сервер, который принимает эту базу и начинает ее обрабатывать. То есть мы дергаем нужный информат из файлика. В процессе идет разработка непосредственно сервера для закладок. В перспективе принятия... Да, в перспективе. Да, поскольку кто-то там чуть-чуть устакается, мы уже обязательно снимаем скриншоты с сайта. Сейчас нам просто... Да, сейчас пока у нас данный статичный, и мы дергаемся в загрузке сервера, как будто мы уже получили... В общем... Давайте сейчас мы его включим. Так, я обниматься не буду вижу, как будет, а не генет. Вот так, переверим. Видите, если что, поверим повыше, поверим. Нормально. Нормально, да? Переверим не AdWords. Лучше чуть-чуть мы на... Заодно пропустели, анимировали. Да, ну, собственно, это была подгрузка AdWords с сервером. То есть есть заклад, на который вы бы взяли из праунда. На данном приложении входит два режима, это режим второй. Первый режим будет представлять из себя старт-скрин. Такая сетка, как у Chroma. Такая сетка, как у Chroma, которая будет выбраны, именно те закладки, которые мы хотим из прозапрожать. Соответственно, сейчас приложение в режиме выбора. Мы выбрали вот эту закладку, вот эту, вот эту и вот эту. У вас из земной анимации и у них нет стейп. Чек не видно? Да, да. Ну, видно, что эти нативчики есть, а что выбор дает? А выбор будет давать... Завтра мы уже покажем, да? Что будет те приложения, которые мы будем делать, отойдется старт-скрин. Соответственно, если у нас уже 100 закладок, мы его отображаем буквально 3 штук. Ну, самое необходимое. Ну, и другой режим, соответственно, это уже Navigate из коллекции. То есть можно выбрать пример Tizen. Открой Яндекс. Открой Яндекс. Открой Яндекс. Открой Яндекс. Открывается Яндекс. Проложение закрывается, можно его открывать заново. Ну, и дать снова Navigate. Кстати, небольшая бага у нас есть с тем, что если браузер отбьют, то раз табо там не открывается, так что пока его закроем. Например, какой-то сайт orage.com. Я не знаю, что за сайт, но какое-то радио. То есть он вызывает браузер и фотографирует? Да, по сути дела. Нет, фотографируете сейчас ничего не фотографирует. Это просто открываем слуху браузеры. Фотографирование будет на стороне сервера. Мы сервером говорим в игру, сервер уже фотографирует и дает на высшем 4.1. Ну вот, собственно, это всё. Хорошо. Вопросы, предложения? Вопросы. А вот эта вот анимация, собственно, вот. То есть, анимация. Помещение где-то нативные, естественно? Нет, абсолютно. А футер, хедер, нативные, а внутри... Ну, футер, хедер, жпрек, мобайл, натив, внутри контент, вулкан, вилкан, вилкан. То есть, на самом деле, нативные, это только с сервисами, которые... У вас вообще есть что-нибудь нативное сейчас? Сейчас? Да, просто. У нас... Терканье файлик. А, в нативном смысле, в каком смысле? В смысле на футерах написано. А, в футерах ничего нет. Я подумал, нативное смысл необычное, как производство. Понятно. По нативному пока ещё нет ничего. Собственно, у нас будет мозг. По нативному у нас есть часть, которая... Ну, просто она и такого нету её. У меня на компьютере, в моём удаложении, мы их соединим в ближайшее время. То есть, которая и выбирает нужную информацию, и добавляет в чип. Вот что такое, двухмостовая система получится. Да? Двухмостовая, ещё сервис. На сервере у вас. Да, получается так. Есть прогресс, я считаю. Отлично. Прогресс, я считаю. Еще вопросы? Нет. Хорошо, отлично. А вторая команда. Это панограмм проекту. Для нас большим достижением было, как-то, это ключ авторизации в РК. Что-то все делали. Ну, это вопросы о белой теме. Ну, надо в реминг. О, какая-то. О, есть. Есть контакт. Есть контакт в прямом смысле слова. Да. О, нормально. Не-не, по-другому надо. Так и получится. А можно я без экрана уменьшить? Сатидэк. Не, надо-надо. Потому что оно будет иначе очень торговый. Нормально. Давайте, вы будете рассказывать. Я сейчас попробую поработать с этим самым. В Кронштейн. В Кронштейн. Да. Так, ну вот. Если вы не верите. Вот полочка движения. Да. Он поднимается. Сейчас быстренько порезируем. Оп. Остался. Кронштейн. Что за рука? А дальше магия нашла. Чьей рука? Чьей рука? Возвлекает же, надо народ. Семейка Адамс. Вот такая вещь. А вот как это таких такой изостоянности достиг? То есть такое же это? Тауевскую руку, да? Да, это вообще. Она еще двигаться умеет. Фокус на этот самый не удался. Это все формы. А был уже все, вторая подпись сорвалась. Да, да. Поменяли сертификат. Притом он пишет, что он написал приложение. Победа на безусловном железе. Ха-ха-ха! Где мой ферт? Да не совсем. Тут в общем это... Словили. Да, Варя открылся сайт. Видимо не сработал редирект. Кронштейн устал. А? Ещё? 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 Рушится. Да? Ну ладно. Редирект сработал. Редирект сработал. Да. Вот интерфейс, который вы уже видели. Вот так артика не работает. Бэкэнд что подразумевает? Воспроиздение. Ну, что я пока в интерфейсе буду делать? Это при проигрывании будет появляться... Да, это Transition это тормозят. Спасибо всем. Как Transition реализованных. Через CSS. Стандартные функции. О! Надо быть через... А что я вылетаю? Да, через jQuery там они работают как повеселее в Tizen. Ну ладно. Просто поэтому он тормозит на ошибку. Наверное. Ну... Мы тоже с этим тормозом будем. То есть мы предлагаете анимацию на jQuery. Есть возможность... Нашидки так вот стоят. Ну... А вот эти картинки, новости тоже... Мне отрубается, что это просто всё с шабом. А. И у тебя все так висел. Мы провисели новое пью. Ну давай мне, хорошо. Куча, куча. Осталось всё время до реального воспроизведения музыки. То есть вы просто будете эту ленту оттуда вам брать? Да. И звука будем брать. Который спештенел. С собой фоточку обязательно. И новая песня. Будет здесь заплаяться. Здесь будет музыка пользователя. Сам плеер. Ну пока его ещё... Где будут контролы, воспроизведения и перемотки. Он будет вылезать отсюда. Вопросы? Я правильно сказал, что можно только с одной картинкой, с одной... А если там у меня просто две... А... Ну... Сейчас мы это реализовать не будем, потому что мы потом не мешаем. А так, в принципе, делать как бы такой плейлист в посте. То есть несколько будет песен проигрываться. Это... Ну... Хотел бы... Я хотел бы делать. Вопрос. Еще вопрос. Контент. То есть вы уже показываете на страницу. Он всегда будет занимать всюду с этой программой? Или возьмём на большую половину? А? А? В плане на половину. Ну вы показываете, да? Да. У вас довольно большие. Вот размер картинок. Это зависит от размер картинок. То есть вот есть картинка, которая в ширину больше, чем в высоту. Вот. Она вот так вот топ. Мне просто показалось, если они такие большие, то удобнее журно по бокам. Они, кстати, как в галереях, так они как в галереях. Но они уж не такие большие. Еще вопрос. Комментария. Ну, вообще, да, как галерея было бы привычней для пользователей приложений. Нет. Тут как бы обычная лента, которую мы используем в ВКонтакте, Инстаграме, Дубитре и так далее. Тут как бы получилось, как бы сразу понимали, что нужно делать. Обновление ленты как происходит? Ну, будем, будет пол-то рефреш вверх. На новой посты и не будет. Если я пользуюсь, если я не станет вниз, то будет подкрыгаться, что у нас походу, походу. Хорошо. Там еще, да, даже много работы, если бы сейчас надо. Нет, у нас больше, если бы уже будет. Как бы записано. Это просто осталось все. Осталось собрать. Ждем. Ну, да, до конца дня было хорошо, конечно, иметься. А конца дня было хорошо, конечно, иметься. Нет. Отдельного не будет. Нет. Отдельного не будет. Все, спасибо. Тогда у нас третья группа, это E-Mixer. Так. Мы начали делать. А новую, чуть-чуть опускали своих планов, делать ее на Unity. Решили попробовать, попробовать мышкой. Включали себе геймейкер и начали делать там. Но столкнулись с небольшими трудностями. Программирование мышки с мышкой, как сказалось, это не так просто, как кажется. Так, и поэтому у нас пока что есть тестовое менюшка и один тестовый уровень, пока мы ждем спрайтов. Но спрайт на другий уровень уже как бы берет нас. Но мы еще не успеем сделать. То есть у нас такой бета-версия символа. То есть будет здесь два варианта игры. По переключателю на Mixer будет выбираться вариант игры. А игра стартует, мы сразу попадаем в уровень и начинаем поигрывать. И сразу пошел контроль. Согласно новому тренду это Flappy Alliance. Ну да, что-то типа этого, да. То есть будет, так, уровни как бы еще на подходе. Ну, будет типа это простые уровни с ограниченным количеством времени. То есть надо набрать определенное количество очков и сделать какое-то действие. Ну и так далее уже. Надеюсь, с акселерометром у нас все получится. с прочими датчиками. На режимах мы остались на двух. Это нормально, когда мы играем, пока у нас есть время. То есть... Чем быстрее пользователь проходит уровень, тем больше очков ему дают. Да. Акселес, откор. Ну, скажи. Так, их откорует уровень, да, на котором дается одно право. Ну, в смысле, до первой очки, можно так сказать. Выживание. Да. Выживание, так. Ну, вот. Ну, и вот картиночка у нас еще есть. Так, есть у нас очень милая мышечка. Сейчас у нас строится. Вот. Дайте мне. Так, милая мышечка. Это она маленькая? Да, она? Мышечка объевшаяся сыром. Конечная мышечка. Да, она такая. То есть она кусок целиком. Кусок целиком, да. Такая история. Где-то есть у нас лабиринтик. Вот гритик есть? Да, показывай. Покажи. А, и есть, да. ВДВшник, который будет срывать грил. Он совсем маленький. Не хватает. Тельняшки. А, ну да. Надо тельник. Да, да. Хорошо. Пока не планировалось конкретную дату релиза обсуждать. Не доводилось. Ну вот, на этом вроде бы все у нас. Кстати, может быть, между маленькими играми, если человек лучше, чем норматив по времени, он мог какие-то придавая очки в следующую игру переводить. То есть, что-то, имеете ввиду дополнительное время как бы? Ну, либо в одна игра очень хорошая. Как там? Нет. То есть, если человек проходит, игрок проходит игру за 3 секунды, допустим, ему дают за 7 очков. За 4 секунды дают за 6 очков. Если не успевает вовремя, не улаживать, там проходит за 9, либо со 7 очков, либо со 2 очков. Потом конечный сумм очков подсчитывается. Если так регулируется, там, в варианте сурвара, ну, просто 1 очко за каждое время ничем больше. Но и со временем, как бы, время на уровне будет ограничено. Да. Ну, да. Согласен. Вопрос в комментарии? Ну, хочется уже видеть либо в эмулятор, либо в нового устройства. Ну, в эмуляторе запускали. Просто он долго слишком копилит, поэтому вот так вот делаем. Не, ну, вы главное убедитесь, что там, да, что оно работает. Сейчас вот на устройстве, когда хотели проверить, где он будет. Ну, там, и, конечно, использование каких-то сенсоров, сенсоров, акселлированных, или еще что-то. Это очень есть. Мы нашли, как реализовать, не знаю, и, ну, в идеале. Ещё вопрос в комментариях есть, Ваня? Удачи! 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 Ну, и, собственно, здесь пока определено. Ну, видно, собственно, что у нас есть... Ну, то есть мы рисовали энтерфейс к этому самому, но мы где-то мы постарались и реализовали этот технический принцип. То есть у нас в данный момент есть вертание экрана, то есть обнаружение факта звонка, ну, пока не руки реагируют. Есть, на данный момент у нас реализована функция глушения звука, и вибрацию он еще не сделан. Интерфейс у нас, в принципе, пока мы ничего нового не рисовали, мы рисовали все средствами таймера, ничего не геняли. То есть, у нас есть такие вот настроечки, которые, в общем, для себя птичьи часы, как мы уже говорили, заявили. У нас будет все переключения. Начало, конец я хотел использовать нативный контролл, который таймпикер, но он как-то не очень хорошо работает. То есть, он мне пополам едет на начало, он будет очень кареваться. В смысле, едет на начало? Ну, у него картинка, получается, сам контролл пополам, по тексту. Они значок форматируют по всем. А, ну посмотрим. А это нативное или B? Это BF. Тогда посмотрим, да. Ну, так будет просто лучше. В общем, мы решили пока режим не включать, а режим сейчас захотят сами. Экрана сверцает, либо мы еще не включили, еще три вопроса. Да. Вот это режим, выбор режима, можно вывести, где-то вид джинсера? Пока мне на миксбокс хотели сделать, но я не знаю, что делать. То есть, я читал-читал, не понял. Там, видимо, отдельно какой-то рисуется, чтобы оно где-то на главной странице. Если функция включена, она должна показываться на домашнем экране, в виде, что столько-то времени, до такого-то часа, такой-то режим. Да, и лишь хорошо, чтобы было относиться к переключению. Ну, в результате, то есть, будет первая возможность подключить. Это будет сразу дать командную сервису на то, чтобы вы начинаете цикл, в основном, отслеживать все выводить в бизнес-улюбку. И ДНД на час – это тот же самый включить, только со сроком на один час. То есть, включить он просто бесконечно работает. То есть, он включили и при упорном работает. Ну, то есть, когда он нажмет еще раз и выключить уже. А ДНД, то есть, недоступен ровно на час. То есть, нажимаем на час. ДНД – это не самое значительное сокращение. Не очень. Да он достел. Нет, это я знаю. Добровольная, дорогная дружина на час. Да. Я к тому, что, кроме как в IT УЗ, я в этой лаборатории нигде нет. В АСКЕ то же самое было. Так что, в принципе, там… Хотя, скоро вымрет поколение знакомого с АСКЕ. Да, АСКЕ. Ну, я не знаю. На самом деле, можно отделать и вы. Просто вы же делать это для именно такого массового пользования. Опасно. Включить на час намного проще. Да. Скорость движения, собственно, это вещь, которая для автомобильной части. А вот второе место по тайне – это именно для театров. То есть, будет в финальной версии лабораторию, где мы разделим. Вот здесь будут указаны контакты. То есть, при клипе будет показываться, какой… То есть, можно будет выбрать режим. То есть, здесь опять же будут доступны все функции. И последняя вкладка – это у нас «Попущенные все события». То есть, история какая-то. Там можно будет искать, что было и по какому типу. Есть предложение по поводу вот этого списка. Как-то по-другому его сформулировать. Потому что, если у вас здесь будут все контакты, и для них будут вот все режимы, ну, это очень большой может список оказаться. Там не 400 контактов по телефону. А можно, в принципе, сгруппировать по фигуру, по экрану? Вот, может быть, да. Может, сгруппировать и при переключении у вас просто будет перескакивать в другую группу. А, нет, это уже как добавляется. То есть, вот у нас сверху «плюс». Я не знаю, как вот «плюс» сюда в голову вмесить. Я вообще не понял. Хотел бы там себе после телефонов добавить. Так, ребят, ну, вот так нехорошо, да? То есть, в хедере либо вкладки, либо кнопки. Поэтому вот из-за этого все выглядит так плохо. Поэтому «плюс» лучше, ну, лучше либо вниз поместить, да? То есть, там где включить. То есть, под этой строчкой еще нет? Нет, либо футер. Кнопку «большой плюс» на всю ширину. Нет, на всю ширину, может, и нет. Ну, либо да, либо на всю ширину в тело страницы, либо футер третью кнопку. Вот. Ну, тоже так, вот как сейчас, так ее не надо. Ну, там, получается, сейчас будет следующая задача. Вот это как раз собраться с телефоном. То есть, мы там будем участвовать список контактов с телефоном, чтобы забить. Ну, в общем, подумайте над видом вот этой странички. Угу. А третья вкладка? А третья это как раз событие, которое прошли. То есть, он там будет показывать, что произошло за то время. Кто звонил, кто? Да, кто звонил, пока отсутствует. Я иконку не нарисовал, поэтому поставил. Ну, пока ничего не рисовали. То есть, просто сейчас иконка еще поменяется, думаю. Пока мы вот так вот сделаем. Ну, а как там аналоги будут? А третья страничка как? А, не знаю. Там просто чуть-чуть, чуть-чуть добавлены. Ну, там можно как бы нарисовать, я пришел. Ну, ладно, помните. Ну, кстати, вот вопрос про этот список. Если, действительно, контактов у нас много, но сколько члены ты захочешь, чтобы они как-то отражались в таком особом режиме? Ну, да. То есть, здесь надо подумать. Там надо подумать, во-первых, какой статус будет у всех контактов по умолчанию. А, вот как раз на первой границе. Стиль по оповещению. А, это общий для всех. А, то есть, это общий для всех. То есть, для тех, на кого это нравится. Ну, тогда да, тогда может все и не так вот. Тогда просто, я думаю, тогда в этом списке нет смысла показывать тех, у кого стиль оповещения экран, а оставлять только тех, кто имеет другой стиль. При этом, при изменении здесь стиля, соответственно, отфильтровываться, а не в том числе. Ну, да. Надо просто подумать, как это удобнее сделать. Ну, да. И, по первой странице, как-то подержишь, чтобы вот это было более щелень. Да. Я не знаю, как сделать этот вид, который мне понравился, который, собственно, вот такой стильной. В смысле? Ну, чтобы вот тут какая-то такая стрелочка сложилась. Чтобы туда переходила. Чтобы туда переходила? Ну, просто вы отслеживаете клик этой... Ну, возьмите приложение Tizen Vincent. Это пример. А мы вот там и смотрим. Нашли там эту? Да. Ну, скопируйте себе. У меня, я скопирую, у меня не работает там переключатель. Я хотел первоначально... Ну, посмотрите, какую функцию вызывают. Просто, по-моему, они навешивают обработчик на эту кнопку и по этой кнопке вызывают следующую страницу. Понятно. Ну, то есть, попробовать надо. Ну, вот пока у нас так. Сейчас основная работа будет, наверное, над тем, чтобы у нас уже перекатывается звонок. Просто он будет понять, в какой номер звонить. в списке. То есть, завести его. И, собственно, надо дальше. В стиле обогрешения у нас практически все готовы. Что у нас еще сделано? Почему? Из того, что мы запланируем. С ГВС ты координаты берешь. Оксериатор ты информацию берешь. А на собой не берешь? Ну, у нас вот были проблемы как раз. Вот мы когда делаем питание с сосудом покрутиться. Это очень... Ну, это сильный эффект. Потому что выпадает не очень много времени на это. То есть, мы вообще-то думали, что у нас получится. Потому что, блин, столько лет. Радиус попадания, у вас же для индора все-таки в основном, да? Радиус попадания, это когда человек подходит, он уже на момент подхода должен включить режим. Ясно. Но, я к тому, что если это... Вот, знаете, мне GPS не дает координаты, если GPS сам не ловит. Что? Например, по три ангуляции, по какому-то другому. Ну, там по сети, так же как стандартно все. Он дает. Ну, как это дает, там... Ну, мне кажется, там погрешность будет больше 15 метров. Нет, это понятно. Можно сделать следующим образом. По-моему, есть геолокейшн в самом браузере. То есть, в HTML5 есть... Можно там получить текущую координату. И ее считают как погрешность. То есть, если внутри гидной сети, он по Wi-Fi сетям, по адресам, подбирает, конечно, кист по же нет. Ну, по-моему, механизмам. Ну, вам датчик именно так и выдает. Он уже выдает там по считану координату, даже без учета, если спутников нет, он вам выдаст рассчитану по сетям. Вот то, что вы с GPS получаете, он уже выдает там вот, со всеми возможными расчетами. Со всеми ультимациями расчетами. Это не вопрос, значит, не надо на это заморачивать. Дополнительные ли это? Ну, вот пока так. Ну, тогда нам еще по скоростным пунктам еще можно дать по радиусу. То есть, конкретный сценарий. Было бы интересно еще, конечно, навешиваться на событие, когда человек до упора нажимает, даун, нажмет, 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 и доходит к нуля. Вот это событие, что у нас звук на нуле, показывалась автоматически эта форма. То есть, как-то, как... Ну, там не на волю, там нужно просто отбеживать изменение звука, если звук ноль, то вот и нет. Да, звук ноль сразу показывает это. И вы, может быть, не забыли. Если оно уже показано, то не глушите. То есть, это будет самый быстрый способ вызвать это сговорение. Ну, да, было бы здорово. Но пока на это, наверное, не надо заморачиваться. Ну, ведь сейчас нам решить вот эти основные проблемы, чтобы запомнилось это все. Угу. 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 По крайней мере, вы видите сами список контактов, это сделать очень несложно. Ну, это не проблема, действительно. Мы будем внутри хранить номера телефонов, показывать текущие... Каждый раз, когда отрисовывается, мы просто отрисовываем список контактов всех получать и показывать их просто по именам. Привязать эти телефоны. Ну, собственно, если мы обнимемся, то есть имя, чтобы мы действительно не сохранились. Хорошо. Еще? Спасибо. Но следующее представление у вас уже точно в отдельности. Ну, конечно, да. Сейчас, пока мы сидим, во время вместе. Своя война пока идет. Хорошо. Следующий проект, соответственно, РССР. Ну, в общем, визуально у нас ждал свежего добиться. Это, скажем так, наша перворабочая страничка, которая будет содержать все источники, куда будет. Сейчас он, то есть это представляет собой список, который может расти неограниченно. Существует поле для добавления. Сможет адрес добить, а на нас его и он. Ну, и, соответственно, здесь, вот, здесь реализовано будет удаление, то есть, какого кабеля и редактирование его. Вот. Вот. При нажатии будет предоставлен переход на лист, непосредственно с новостями про этот канал. И там, в журнал «Зна». Будет приходить, там, какая-то, там, 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 там. Сейчас. Пару слов. У нас четкое разделение обязанностей. Я занимался интерфейсом этой части, а я занимался, сейчас занимаюсь, собственно, получением данных. То есть, сейчас уже готово, готов класс, который осуществляет запрос по определенному, ну, по заданному адресу. Зачитывает данные и уже полученные данные распарсивает и формирует уже готовую. через канал и айтомов, который уже будет рендериться. Вот видите, сейчас мы будем это сливать и уже далее докручивать, ну, функции менеджмента, ну, и дополнительных настроек. Сейчас все сводит. Произвестные действия. Есть комментарии, даже, наверное, несколько. Ну, во-первых, смотрите, вот вы пишете вот это вот, менеджер RSS. Да, знаете, вот удобно для такой штуки, что когда у вас новости со всех каналов выводятся одним потоком. То есть, вам не надо будет постоянно скакать по каналам, вам не нужно будет просматривать все каналы, чтобы увидеть что-то нового. Просто у вас все новости, они в одном потоке идут и сортируются по времени появления. И там, ну, и рядом уже какая-то там кнопочка, которая позволяет выбрать определенный канал и перейти к этой новости на канале. Интересно было бы нужно сделать, как, например, отображение... Бывают разные сортировки, так, например, и разные виды отображения, например. То есть, делать отдельно либо все акваденности, либо, например, сортировать квадратии и все смешать, либо, может быть, друг за другом. Или там, например, сначала один канал, потом второй канал. Если бы хотелось бы увидеть что-то типа гаджета, да, который... Ну, не обязательно гаджет, это может быть приложение, да, но вот... То есть, лента... Ну, это же агрегатор новостей. То есть, вот хочется видеть... Вот я не хочу перебирать все эти отдельно новостные ленты. Я это могу сделать с помощью браузера. Я хочу, чтобы они у меня были все в одном. Я просто хочу следить за новыми новостями. Вот мне интересно, что нового происходит, и я хочу это видеть на одном окне. Поэтому... Ну, эта задача, на самом деле, скорее, вот, к бэкэнду, просто смерчить все эти списки, правильно, в один. Да, там, как право, у нас все будет. Ну... На UI это хорошо, например, разными цветами. Можно разными цветами, для разных лет. Ну, это да. Это вопрос к UI. Вот. Ну, да, и, соответственно, к UI вопрос следующий. Ну, точнее говоря, предложение такое. Смотрите, у вас, опять же, важная, самая важная программа, это отображение новостей. Так? Поэтому, первый экран, вот экран, который пользователи видят, пускай на нем новости показываются. То есть, вот... То есть, имеется в виду самые новые или как? Ну... Те, которые подгрузятся, и, соответственно, самые... Ну, так же, как ленты во всех социальных сетях. Здесь, скорее, в настройке вот этот экран. Да, этот экран от настройки. Это нужно немножко поглубже запрятать. Потому что здесь уже добавляются какие-то каналы. Вот. А самый важный экран, это, конечно, вот именно ленты новостей. А если говорить про настройки, например, я при себя думаю, мне было бы очень интересно иметь диапазон 3. Причем, было бы, вы выбираете, записать все. То есть, не то, чтобы последние 20 минут, а вот... Говорю, а с этого по этот час? Нет. Это лучше сделать по-другому. Это лучше сделать даже как с летами происходит. То есть, вы показываете новости по... Ну... Самые новые вверху, самые старые ниже. Вот. И когда пользователь пролистывает... Ну, например, вы загрузили там последние 20 новостей. Отобразили 20 новостей. Пользователь пролистал пониже. То есть, у вас там этот поток кончился, вы загружаете предыдущие новости. Вот. То есть, вот, по мере того, там, чем глубже пользователь листает, тем вы подгружаете еще, еще, еще. Кирилл, я на самом деле немножко другое говорю, что, если времени хватит, не обязательно в настройках иметь возможность указывать диапазон конкретного времени, с какой мне нужны новости. Потому что я часто выхожу на сейчас, а мне интересно... Причем, я сейчас назвал какую-то новую новость. Я хочу понять, когда это случилось, к этому отношению. То есть, например, я беру и пытаюсь смотреть новости за час утром. Или за два часа утром. Мне надо быстро просмотреть. Чтобы было легко настраиваться. Чтобы, вот, современно, у вас, если какой-то ингредиатор это сделать очень легко, так, функционал похожий, а, вне, полезный, реально, потому что на браузер это делать очень трудно, за затратно получается. И, может, маленький по формированию каналов, если посмотрите, может легко сделать, возможно предложить подгрузить каналы и из букмарка? Ну, это нелегко. Нелегко. Ребята, ребята, потому что с этим копались, чтобы получить доступ к букмаркам, можно иметь уровень, при виде гипплатформы. Все понял. Забыли тогда? Нет, просто... Ну, идея понятна. То есть, наиболее ценный, наверное, букмарк есть? Или же, если, опять же, можно достаточно легко перегватить, чтобы из браузера можно было бы это послать? Ну, это тоже нет. Это тоже нет. Нет, ну, вот, комментарий. То есть, да, то есть, основная информация это новость, поэтому ее нужно в первую очередь показывать. Все. Настройки нужно вынести в настройки. А только если бы разными категориями... Ну, это трудно обучаться. Есть ли они все кучу за дату последнюю или все-таки... Ну, категории это... Нужно думать. То есть, не знаю. Можно ли не по категориям сделать, как вот Google Reader и его замена текущих слева, с кейса нулево, которыми от слайдера налево, там вот отдельные фиты и общинки. То есть, чтобы это не было и как настройки было, и как классификатор. Ну, то есть, да, можно просто добавить панельку, которая появляется там слева-права, где можно выбрать категории, которые отображаются. Ну, вот, давайте... Как раз я предоставлю, что сейчас мотивируешься. То, что показывают все каналы вниз, это может быть скотчер, ваших, что-то самое важное. Но мне нравятся изменения по каналам. И, к примеру, мне кажется, было здорово, если показывать категории 5 последних новостей со всех каналов. В самом среде, в самом группу. Они же шли каналы. То есть, если когда человек знает такое предложение, он узнает вообще, были ли новости, потому что после нескольких заходил, он друг друга запомнит все эти новостей, все открывает, но поменял, значит, что-то изменилось. То есть, как ты предлагаешь 5 новостей? То есть, вот на этом экране, в этом списке 5 новостей, или как горизонтальные? Сверху, вот, йорк-канал, в чисто листовое место, и сюда 5 новостей засунут хотя бы в уголок. То есть, самое влияние, чем у вас, по-другому. Нет, но там из какого именно канала? Основной экран. А из какого именно канала? Со всех вместе. Со всех вместе 5 последних новостей. По времени. То есть, пришла последняя новость, да, у вас на премьер. То есть, вы из курса событий, последний час, когда вы заходите, вы заходите. И вы можете, конкретно, спросить новость про минусы. То есть, все на одном экране, и много... Большую пачку новостей... Нет, можно сделать тогда просто 2 вкладки. Может, это будет еще лучше. То есть, ну, мне кажется, что важно иметь именно фит общий, когда там, куда собираются все новости. Ну, если делать каналы индивидуально задаваемые, тогда у вас не очень правильный интерфейс сейчас для редактировки слов по одному. Канал соответствует более чем 1 евро. Общий. Если, я говорю, ты можешь искусственно сделать канал, как сам уже агрегат, сдаваемый. Если... 3 канала... Главный интерфейс, кстати, поменьше можно внести. Да, я знал. Давайте так сделаем. Он в ориентейшнный зуминг, чуть-чуть поменьше масштаб этого симулятора сделать можно. Слева самая верхняя ссылка. И вот здесь еще чуть-чуть. Вот так, отлично. Будут вот эти карточки, я пока нарисовал 4. Ну, их будет, наверное, 12-16. Они простые. Вот. Он не показывается их сначала перед? Да. Ну, так вот он делается. Вот. Ну, и, соответственно, когда они все чекаются, то... На самом деле, ничего не видно, но вообще он пишет вот он storage. Результаты. Он статистику взял простую вообще. То есть худший результат, это количество кликов, там, время, средний и лучший. Вот такая статистика. Вот. Ну, соответственно, я хочу сделать вот. Когда чекаешь все эти карточки, чтобы выводился результат, чтобы это было видно. И вот тот нот, когда они меняются местами, ну, там, через какое-то время, через 10 секунд. Они будут подсвечиваться, там, рамка, например, крупнее, и они будут меняться. Ну, их будет больше, я не знаю, вот, 12-16. То есть, сколько на экран будет? Наверное. Да. Ну, хочется их, на самом деле, немножко покрупнее, потому что у вас все-таки сенсор нет. Да, тут сверстка ему много. Ну, вот здесь, тут, как раз, 4 хорошо влезут. Да, ну, весь экран 4. Ну, весь экран как раз в ширину замечательно. Ну, там, может, какие-нибудь анимации добавить. То есть, все-таки, градус, что-нибудь такое покрасивше. Ну, а, да, фон, может быть, не такой, может, какую-то стандартную картинку поставить? Да нет, ну, фон-то, не знаю, ну, вот, кажется, сама вот это вот, переворачивание карточки сделать как-то. А, вот, и так, да, все, понял. Вопрос, кстати, он будет игру менять, потому что сейчас ваш карточка одинаковка в этот раз. То есть, он не пересортирует сам? Нет, я не сортирую. Ну, сейчас было ровно такой же показ. А вот, сейчас, ну, по-новому. Знаешь, просто, то есть, вот. Ну, вообще, на 8 это нормальная вероятность. Так, а перед тем, как вы можете показать, может быть, с месяца на секунду показать, как они все, особенно, если много, потом снова закрыть? Другая задача получается. А? Другая задача получается. Другая задача получается. Запорная, да. Да, там, зрительная память работает, тут память, в принципе. Да, да. Да, да. Вот здесь стеклушка замечательная, которая работает, с которыми он знает. В конце веры была отдельная задача, где таких вот было около 16 на 10. И они все, соответственно, прятались. Если ты где-то ошибаешься, то все слетает. Это специзик, не очень много, и... Телефон или синий? Телефон или синий? Нет, телефон или синий. Телефон или синий. Телефон или синий. Если в том, может быть. Если вы говорите, что вратой слои не счет такого. Телефон мозгов вообще та еще, на самом деле. Прям... Когда есть много, это очень сложно. Я бы делал, если в контакте есть в контакте, то есть, в списке контактов человека есть же картинки? Нет, фотки друзей. То, что у людей. На аватарке, кстати говоря. А аватарке, если в ВКонтакте или в Фейсбук, он эти фотки отсюда не берет. И было бы здорово. Ну и что, два друга? Так, находишь? Кстати, может быть. Может быть. Может быть. Но это на следующий шаг. Но вообще, может быть, не флог. И еще один момент, когда у вас неправильно, лучше закрывать сразу. То есть, вы их ждете с нового клика. Видите, вот в этот момент я бы сразу закрывал, потому что иначе он сейчас ждет следующий шаг. То есть, человек не угадал? По тайм-ауту. Ну, по тайм-ауту, это секунд, грубо говоря, здесь пол секунды и сразу закрывать. А, неправильно. То есть, когда второй открываешь, то закрываешь? Да. Ну, если неправильный, то закрывать. Если правильный, тогда не стоит. Когда закрывается все, то закрывается какая-то последняя. Это уже по уровню сложности можно. Например, в одном случае... Если сейчас черепашку открыть, то она откроется, а эти две закроются. Нет, понятно, имеется в виду. Тут вопрос другой. Нет, нет. Выдай две штуки. Две штуки, догадайся. Вот, первую и четвертую, открой. Четвертую и четвертую. Первую сейчас. Первую. Первую. И четвертую. Да. У тебя же была открыта телефон. Я про эту репут. Тебя ошибись где-нибудь. Вот. Вот. И нажми еще куда-нибудь, потому что да. Где сейчас? И вот теперь. А вот две закрываются. То есть, в угле сложности другой есть. Если ты можешь закрывать все, это будет очень сложно. То есть, грубо говоря, на карту, если человек не угадал, то две, которые были открыты, их с другими... То, что у вас идея менять, их уже открыты, перепрятаешь и меняешь. Главное, не перемешивать. Нет. Вот только их две, на самом деле, любые две, которые уже открыты, меняешь другими. Человек успел вспомнить, куда они, он сможет их снова открыть. Да, да, да. Это вообще че-то. Че? Жестко? Ну, а реализация-то очень легко. Реализация-то соображается. Да, они еще все пробежаются. Нет, не все. Только те две, которые ошибаются. Вот. Вот, грубо говоря, после той ошибки, эти черепашки, например, одна сюда переедут. Друга и сюда. Как наперки, да? Да, 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 да. За хорошее зрение. То есть третью вы сложите. Не, ну это вот у него же и была идея, что карточки переползают. Так вот это будет ивентом для переползания. Ошибка может быть хорошим, красивым ивентом. Может быть, да. И три ошибки, и все перебежалось снова. Тоже, кстати, очень конкурный уровень. Очень конкурный уровень. Это будет круче, кем выйти. А подбежок, конечно, все черным становится и на двуга тыщет. Ха-ха-ха-ха. А вообще, гайки, ты как раздепенно нужны. Маленький, по интерфейсу, там у вас статистика, там не бета, а бест. У вас там три варианта написано. Ну, не бета, а бест. Ну, лучшее время. Да, за бест. Ну, за бест, это же не совсем за бест. Мы же знаем действительно это за бест или только личный бест. Ну, тогда место ворс. А, да, кстати, да, ворс. Я бы на самом деле еще градацию сделал от неживого уровня. То есть, красный – это плохой, зеленый – это хороший. Потому что вот сейчас и давая ротация. Ну, в общем, да. Идея на будущее тоже очень интересна в этом плане. Это веб же, да? Да. Джеклери есть, есть флот. Есть сохраняющие элементы, когда человек выжил, в какое время, и посохраняешь, чтобы строить данные статистику. Да, да. Внизу в мир осталось. Отображаешь данные. То есть, чувак, он лучше становится, на ней. Вот это хорошее на самом деле. Да, есть, да. Я думал, но вообще… Тебе нужно просто сохранить вот данные в базу. И вот злот очень быстро интересует. Там просто социальной массивке данных. И график вообще идеальный. И плюс, может зависеть то место экрана нижнего. Нет, я согласен. Но просто вот тут такая, такая сама… Диджитал, пиксель, вот это вот всё. И как бы как рисовать график. Как вот… Когда вас делаешь низкое решение. Ага. Когда вас делаешь низкое решение. И вот такая будет ломатика. Да, и сделай, чтобы они… Ну, пиксели… Это правда. И это очень хорошая идея, да. Потому что этому приложению, на самом деле, чего-то не хватает. Вот так, чтобы оно было поинтереснее, посложнее. Вот. Ну, все эти уровни сложности, это, конечно, хорошо. Но, как-то сильно не разнообразно. Вот функции, типа, отслеживание там, прогресса человека, там, ещё что-нибудь такое. Это очень здорово. Ну, и какую-нибудь такую графику. Последнюю можно отставить, чтобы это все будет сделано, если в пейсике. То есть… Анимашечку, вот так. Да, вот это вот перемещение карточек там, анимации. Ещё идея, вот как раз добавили, не только что, говорили про фотографии друзей. Если ты берёшь фотографии друзей, значит, я с тобой делаю со ВКонтакте. Может, ты можешь получать… Другие друзья тоже с тобой делаются это приложение. С друзьями с ними можно сравнивать. То есть ты, типа, умнее там что-то стало. Длин, это другу перевод. Такой статус ВКонтакте менять, ё-ху-мнее. Не, не статус ВКонтакте, просто на графике показывать ещё дальше. Ага, как-то что-то не прошёл, да? Так и писать. Ваня, запятая. А слава? Не, ну может, к социальным всё-таки не надо привязываться, тут не было этого цели. Ну, просто вот как приложение, чтобы сделать интересным, но ещё чего-нибудь. Ладно, и ещё какой-то есть, какие-то такие очень важные комментарии? Потому что, я думаю, её уже достаточно обсуждали. Хороший день. Спасибо. И восьмой проект, это... ВОВЛ... 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 Собственно, несмотря на возникшую сложность, у нас в последний момент с установкой на самоустройство, ТПКшник, который мы сделали в Unity... ТПКшник? Да. Затива. Мы, в принципе, реализовали... Так лучше что, а здесь тоже? ВОВ... Так стало никак. ВОВЛ... Вот так нормально. ВОВЛ... Ну, большую часть логики игровой мы уже реализовали. То есть, в принципе, идём по плану. ВОВЛ... 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 Вся магия. Перед нами стоит кега. Мы попробуем их сбить. ВОВ... ВОВ... Почти. Ну, мы прошли мимо сейчас покушенные льва. ВОВ... ВОВ... Я немного... Чего-то керлинг напоминает на последние дни. ВОВ... 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 Керлинг. Круто. Поменять модификатор будет в том же самом усилии, в том же самом жести будет шарпить они из кера. И пока тут нет ограничений, насколько можно катать шары, их можно просто разносить, это не занятное дело. То есть это, собственно, первый уровень, такой простейший, то самое, с 50-й. Кстати, на ком? Отслеживают или нет? Пока нет. Но это для стандартного шара. И есть второй уровень. Тут пока тестирование идёт от подобных предметов, которые будут находиться на карте. Но с этим тоже всё пока печально. Пока эти игровые предметы улетают вместе. Это очень плохо. Но всё должно быть лучше. Кубики должны работать нормально, да? Да, просто масса получится. Это уже гольф. Да, это уже гольф. А он у вас в релизе будет летать? Нет. Надеемся, что нет. Ну, в общем, это всё, что есть пока на данных приложениях. По ощущениям относительно своего плана идёте. Неплохо. То есть... Я говорю, несмотря на нашу трудность, которую мы потратили этот час. Ну, в основном... По плану всё. Вся логика реализована по большей части. А вот осталось именно наполнение... На основной контенции. Там буквально чуть подальше шар можно вернуть ещё. Активируется триггер. Либо эстат. То есть, когда шар пролетает белый, естественно, камера уходит с шара на белой краской. А почему у вас поле белое? А ещё не за текстурирование. А какой будет? Будет? Ну, естественно, у нас же боулинг необычный. Ну, скорее всего, начнём просто это будет поле. Похоже, будет по самому. Грин, фаер-уэй, буфер. Если какой контент сделаешь, какой успеем сделать? Да. Мне кажется, будет вместо сделать кнопку повтора. Ну, пока есть кнопка тука. Да. То есть, попыток будет две. То есть, на каждой наборке, который будет стоять на карте, будет две попытки. Да, конечно, по поводу. Не повтора попытки. Повтора просто. Да. Просто посмотреть, что это. Реплей. Она на данный момент есть. То есть, вот она снизу находится. И это всё происходит... Катюс. 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 Специально в любой момент можно повторить? Нет. А у вас специально замедление при этом? Нет. Они очень тяжёлые. Пока добиться, на самом деле, баланса кега-лишара и энергии, это достаточно большая задача, которую оказалось. Да. Это надо долго работать с модификаторами и с весом. Может, помогаете посмотреть пропорции? Ну, пока у нас не было. Мне кажется, надо гравитацию увеличивать. Либо так. То есть, пока... Это увеличено в двадцать раз. То есть, там коробка, они там не пять килограмм бежит, а пятьсот. Или тысяч. То есть, там из-за того, что он сейчас супертяжёлый, у них и физика это делают. Ну, в общем, да. Даже замедление на коробку бежит. Да. Словно уж. А можно вот, когда повтор идёт, наш камер вот так покрутить? Можно? Да, можно. Это надо время. Пока камера... Пока у нас камера не в приоритете. Но, в общем, тут есть над чем работать. Вопрос по поводу... Вы остановили, получается, АПК, да? Правильно правильно? ТПК. А, ТПК. Кайзен... Как... Пэкэч. Я распространил АПК и... Ну всё, андроид, андроид. Не то, что андроид. Просто подумал, что некоторые вещи и мы можем в сайт поставить. Ещё вопрос в комментариях. Ну, скорее комментарии. Хочется для большей зрелищности увидеть, может быть, какие-то эффекты. Потому что он с кеглей столкнулся, там, искры... Взрывы. Взрывы. Созрывы и всё выше. Нет. Бывают, допустим, кегли вышибаются. А можно там... Собрал такой эффект специальный. То есть там уже всё, там всякие герыши разлетаются в радиусизем. Это не пахает? Да, абсолютно. Но это тоже уже вот. Сначала хотя бы что-нибудь, чтобы оно было... Ну, понятно, да. Это очень просто. А вот как вам получается для момента сбития всех кеггер? Ну, на самом деле там за кеггерами стоит триггер. То есть шар полетает, когда мимо всех кеггеров он попадает в триггер. Естественно, на данный момент появляется либо рестарт уровня, либо переход на следующий уровень. То есть, ну, вот как в обычном, пока ты... Ну, то есть, тебя там делал, пока не сбил. Угу. Да? Ну, ага. Хорошо. Еще вопрос в комментариях. Ну, работать надо еще. Спасибо. А нет, хорошо понимаю. Ну, я сейчас выложу. В контакте поставим тегом, да? Видос один, он вам может очень помочь в плане того, как сделать его вкусный. В плане эффекта. Видео на английском языке, я выложил на просто пример Arcanlightation. Правда, сделаем как с нового флэша. Там просто, что они сделали с Arcanlighted по простым эффектам, китингам и просто зрительным. На кулбеке, когда зрительный эффект, это очень здорово. Спасибо. Очень впечатляет, на самом деле. И показатели, и мощности самого девайса, в общем-то. И сама игра, она очень такая. Ну, я поставил, я вам скажу. Тем более, поводники, которые я видел на данный момент, они очень скучные. Ну, да. Хочется видеть это доведенным хотя бы до какой-то, это уже более-менее конечный статус. Мы планируем хотя бы два уровня сделать, которые будут выглядеть хорошо. То есть, не много контента, а только качественного. Насколько успеем. Да. Хочется именно качественного, чем его. Остальные хочу потом доверяться. Так. Спасибо.